Сами рисовали! Видим, видим, видим! Спасибо, девчонки! Спасибо! Андрюш, ложёшь? Спасибо! Потом, потом говорите! Здравствуйте! Всем привет, ребят! Доброго всем дня! Их идём! Приезд! Очень рад вас всех видеть! Подводный исследовательский отряд Русского географического общества в очередной раз выполнил поставленную перед ним задачу, серьёзную поставленную задачу. В этот раз нам удалось погрузиться под лёд на глубину 102 метра. Это было интереснейшее. И, наверное, одно из самых сложных погружений, которое ещё никому не удавалось. Как вы знаете, самые большие погружения аквалангисты под лёдом совершали до глубины 59 метров, дальше пройти не могли. Были смертельные случаи в этом случае. Но сейчас удалось пройти, удалось совершить не просто погружение, удалось, в общем-то, разработать методику, с помощью которой мы в дальнейшем можем и обучать людей. Да, если бы у нас не было вот этой подпитки энергетической, физической подпитки, да, которую нам дают старшие товарищи, на кого равняемся, да, да не было бы ничего. Потому что, если ты не сможешь оценивать, не сможешь себя где-то на каком-то этапе преодолеть, потому что вот были примеры там старших, были примеры людей, которые, ломая себя, двигались вперёд, ничего не получится. И поэтому в этом плане, я считаю, общество «Динамо» действительно лидер. Лидер именно в подготовке железных характеров, которые есть в том числе в нашем отряде, у наших аквалангистов.